Прекрасное здание Мы 4 года занимаемся этим и 4 года сидим на ступенечках различных зданий Год назад мы снимали передачу «Игры взрослых детей» Тогда проблемы частной школы взмах, не имеющей крыши над головой, пытались решить старшеклассники Разыгрывая роли депутатов, родителей и учителей Однако игра, которую затеял директор школы Елена Морозова Выломившись из системы государственной школы, оказалась игрой без правил Город отказался им помогать Поймите, они не просят милостыни, они готовы платить в казну Арендовать помещение в оккупации, отрабатывая свое право на образование Гарантированное между прочим Конституцией и первым указом президента Однако и сегодня, год спустя, по-прежнему лишние 500 детей и около 100 учителей школы взмах На улице Мой ребенок завтракает утром в 8 часов дома и уходит неизвестно куда, в неизвестном направлении Они же там учатся, они же работают там, понимаете? А вы, наверное, также налетаете на своего ребенка, так нельзя, понимаете? Они сейчас в таком возрасте, когда им нужна поддержка Эта школа расчитана на взрослых, на взрослых детей? Мой ребенок, честно говоря, я считаю его совершенно взрослым, но он не может в такой обстановке учиться Я лично его ребенка заберу, но я так не могу больше, честное слово, ему экзамены сдавать, куда он пойдет? Вам, наверное, следует поговорить с ребенком, понимаете? Как вы можете так говорить? Я с его ребенка заберу, вам что, на мне не ребенка совершенно плевать Мне кажется, почему все так, как сейчас есть? Потому что нету зданий Родители платят деньги Мы привыкли, что мы уважаем чужие деньги Но почему власти не уважают наши деньги? Наши дети не ходят в общие образовательные школы, следовательно На детей мы дотации не получаем Мы не получаем медицинского обслуживания Мы не получаем питания Мы согласны с этим Пусть дадут здание Мы оплачиваем Понимаете? Если мы забрали, вот 500 человек у нас Мы забрали из города, из городских школ, 500 детей Но классы уменьшились тем самым, правильно? Значит, другим детям мы даем какую-то возможность, может быть, больше знаний получать Так почему же нас не хотят выслушивать? Знаете, что все эти проблемы сводятся, в общем-то, к одному, к зданию Потому что, уходя с уроками, например, дети не знают, какие завтра будут предметы И не знают, где они завтра будут Вот еще малыши И, в принципе, дети еще этим не владеют Дети вечером ложатся спать и говорят Мама, послушай, мы не обязательно должны звонить Ты мне утром скажи, куда я завтра иду Каким я завтра иду И звонки начинаются после полдвенадцатого ночи Сколько лет вашему ребенку? Ну, ребенку 13 В общем, это уже взрослый человек Но они уже выучили географию А малыши, вот прикрепные примеры На Васильевском острове занимались дети Я только с рассказа своего ребенка Во вторую смену в какой-то школе они арендовали Врываются подростки, кидают в окна То есть те, которые живут поблизости, учатся в этой же школе в первую смену Вечером они просто хулиганят Бегают по школе, вбегают в классы В общем, мешают И нас еще за это же и выговорят Да, и нас за это же ходили И еще были случаи, что даже к детям приставали Требовали деньги Они возвращаются очень поздно Лена, вам бывает трудно идти к ней? Мне, пожалуй, нет Я знаю, что я делаю все, что могу И, может быть, немного больше, чем могу Мне бывает очень неловко За то, что нас таких очень мало Мне бывает очень неловко объяснять им Что, понимаете, бывают люди, которым детский шум мешает И поэтому, к сожалению, завтра мы не сможем заниматься в этом Доме культуры Хотя у нас с ними подписан договор Мне бывает неловко сказать, что Мы не выиграли конкурса на Войнова-50 Потому что итоги этого конкурса были предрешены Где вы уже успели? Ну вот очень здорово Мы пожили на Звенигородской улице В здание бывшей школы, которая сейчас принадлежит текстильному институту Здание загружено процентов на 20 Там когда-то занимаются вечерники Когда-то не занимаются никто Мы благодарны им, поскольку они Пустили нас пожить в это здание дней на 20 И мы размещались там очень симпатично Там огромные, большие, светлые, поточные аудитории Там большие коридоры широкие, где ребятам удобно и комфортно Я не верю, что это здание задействовано как-то со страшной силой Поскольку на последнем этаже, когда мы туда заходили, там просто вековая пыль Ну вот есть такое помещение на Марата-25 Хорошее помещение, мы тоже провели там пару уроков Когда пытались отстоять свое право заниматься в этом помещении Сейчас там живет какой-то методический центр Комитета по народному образованию Неплохо живет, мы недавно там были Есть здания свободные, которые не заняты никем На Большом проспекте 71 Это бывшее школьное здание, роскошное на Васильевском острове Где размещался институт особо чистых биопрепаратов Сейчас институт выезжает Нам честно сказали, что в это здание нам лучше не соваться Что есть люди, интересы которых гораздо, видимо, более значимы Чем интересы школы и 500 детей Кто-то будет очень хорошо там жить Таких вот пустующих школ по городу десятки По данным городского фунда имуществ 937 школьных зданий переданы на баланс предприятий и организаций И усиленно продаются 42 бывшие школы уже безвозвратно ушли в собственные Из банков, институтов, комитетов 148 школьных помещений, оставаясь собственной на стюрано Арендуется под магазины, склады, офисы В то же время 500 детей и 100 учителей альтернативной школы взмах Унижены бродят по городу выгнанные из очередного дома культуры или подвала С аннулированным договором А их родители ремонтируют под классы Следующий брошенный детский садик, чтобы быть выгнанными оттуда через месяц Комитет по народному образованию мэрии Самая авторитетная инстанция, занимающаяся вопросами средней школы И прекрасно знающая о проблемах взмаха Тем временем пишет письма в районной администрации И регулярно получает отрицательный ответ по форме Школа наша, мы не просто приглашены преподавателей Это наша школа И мы должны сами создать Мы сами должны выбивать это помещение Вместе с учениками Ведь действительно, вот вы не понимаете учеников, они не понимают вас А вот в этих совместных действиях на общее благо Ведь коллектив-то школы сплачивается Работаем мы с ними в таких условиях Сегодня мы не знаем, что мы будем делать завтра Я обзваниваю детей, я классный руководитель двух небольших классов, девятых Я обзваниваю их, начиная Хорошо, если я к десяти часам знаю, что будет завтра Где мы будем заниматься Что мы будем делать, есть ли там какие-то условия И вот я звоню им до полдвенадцатого иногда Я рассказываю Каждому Что вы преподаете? Математику Девятый класс, низкого 29 Потом седьмой класс у Нарвских ворот Потом еще в ДК Мир Пожалуйста Вот вам, например, дневной маршрут преподавателя Причем нужно бежать бегом Между уроками даже невозможно, ну, кофе выпить Промочить чем-то горло И вот только за дни в день Вот это вот наше обычное существование Вы сказали, что дети пришли Родители отдали сюда своих детей от безвыходности А вам-то что за нужда? С вашим опытом, с вашей степенью Да, и с вашим опытом работаем Ну, мне, во-первых, нравится работа с детьми Во-вторых, я просто чувствую, что я им помогаю И когда ребенок, который год бегал из школы Начинает каждый день приходить в эту школу Вот в эту уже школу Несмотря на все, ведь детям тоже очень трудно Я чувствую, что в этом есть смысл Здесь нет-то Мерседеса Здесь все со своими проблемами У каждого проблема И эта школа именно решение наших проблем Это вот вторая жизнь для детей, для родителей Ребенок стал чувствовать себя человеком Это очень много, значит У нас, когда мы узнали У нас есть четыре детей Двое из них учатся здесь Третий ребенок в государственной школе А маленький еще вот шесть лет Значит, во втором классе Когда мы узнали цены Сколько нужно завтра денег принести Ну, мы с папой, в общем-то, конечно Сколько надо будет принести денег? Ну, за второй класс 34, а за сына 35 в этом месяце Ну, мы решили, что, в общем-то, Натурю, наверное, надо забрать Вот папа ей говорит, Натуринка, давай мы тебя заберем отдать в другую школу Столько было слез Столько было слез, мы не сможем забрать И если у нас в семье как-то вот сложится вот финансовое положение Значит, младший ребенок, он в государственную школу не пойдет У нас совершенно чудный младший ребенок И мне будет очень жалко, если мы будем вынуждены отдать ее государственную школу Да нет, обратного пути просто нет Нет, 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 дети хотят Пути обратного нет Здесь особая психологическая атмосфера Если, предположим, она целый год у меня не ходила в государственную школу Она у нее поднималась температура, и она дрожала, когда надо подойти в школу То здесь она заболела, я сказала, посиди дома А она не осталась дома Здесь особая психологическая атмосфера Обратного пути нет Наши дети уникальны тем, что они все могут Таких людей в России вообще очень мало Они не мечтатели, они не Маниловые, не Плюшкины Они не думают, не мечтают о чем-то, что они получат когда-то Им сейчас негде заниматься, и они... Это надо снять, Наташа Как занимаются наши дети В помещении, где по всем мыслимым человеческим каким-то представлениям Заниматься нельзя Они сидят и не обращают внимания на разор какой-то, на шум На совершенно нерабочую обстановку, они работают Вы сказали, Лена, что ваши дети надолго запомнят этот год Навсегда его запомнят Я услышала в этом только какую-то угрозу Может быть, ее и не было Угрозы есть, и угрозы во всех смыслах Есть дети, которые, может быть, смирятся Есть дети, которые уходят Которые не в состоянии переносить всех этих сложностей Которые, к сожалению, вынуждены оставлять нас Они всякий раз долго извиняются Они делают это со слезами на глазах Но есть дети, которые уходят И мне кажется, что они уходят не только от нас Они уходят от какой-то активной и созидательной работы Они уходят от этой новой реформирующейся России Их больше никто никогда не заставит Взять на себя ответственность Они взяли на себя ответственность За свое образование И должны были понять, что они не в состоянии Ее нести, эту ответственность Какую ответственность они еще когда понесут в жизни Нам-то хотелось бы, чтобы каждый из этих детей И каждый из будущих предпринимателей Брал на себя и ответственность за город И ответственность за людей, которые вокруг него и ответственность за Россию, если хотите. Мне этого очень хочется. И все-таки от кого вы ждете этой самой последней помощи? Я даже не знаю, что ответить вам. Дело в том, что я не знаю такого человека в городе. Очень верится в то, что таким человеком является Собчак Анатолий Александрович. Лена, что вы скажете Собчаку? Я скажу Собчаку, что мы, я и он не имеем права погубить эту школу. И что я делаю для этого, все, что от меня зависит, мне бы хотелось, чтобы хоть что-то сделал и он. Я верю искренне, я могу поручиться чем угодно и как угодно, и не только с собой, но и своими детьми, в том, что они не будут индифферентны для нашего города. Наша школа – это крайне социально активная школа. Я не знаю других таких школ. Чему научил Лена вас этот год мытарств и год унижения? Боюсь, что опять-таки не тому он меня научил. Он научил меня тому, что мы в самом-самом-самом начале. И что идти нам долго-долго-долго. И что вот тем поколением, о котором мы мечтали, не будет нынешнее поколение детей. Этот год научил меня тому, что учитель, который приходит в класс и не знает, состоится у него урок или нет, будут его еще терпеть в этом помещении или нет, не может дать детям того, что необходимо дать детям, которые будут жить в свободной стране, уважая себя и людей, которые вокруг. Я дойду и, может быть, раньше других, если суждено дойти хоть кому-нибудь. И все. И все. И все. Продолжение следует...